Акшн! Я родился в России. В Москве. Шучу, я люблю Москву. Я родился в Бронксе, Нью-Йорк. Я был болезненным ребенком. К тому же со мной вечно случались какие-нибудь катастрофы. Когда ты лежишь в постели, ты спрашиваешь себя, чем же я буду зарабатывать на жизнь? И профессия режиссера в голове сразу не всплывает. Но идея творить рождается. А что же еще делать? Ты же постоянно лежишь, и ты начинаешь мечтать. Как ни странно, многие мои детские фантазии превратились в фильмы. В старших классах я учился неважно. Но зато был одним из лучших спортсменов школы. И люблю спорт до сих пор. Затем, из-за того, что у меня был небольшой нью-йоркский акцент, родители отправили меня в другой город, в Северо-Западный университет. И я его окончил. И послушайте, что стало с моим акцентом. После университета я был готов заняться шоу-бизнесом. Я окончил факультет журналистики. Но все говорили, что журналист из меня никакой. И я решил рвануть в шоу-бизнес. Я был совершенно готов. Но тут кто-то сказал, «Погоди, пока сначала ты должен отправиться в Корею, защищать родину». И там я провел несколько лет, оттачивая свои навыки с людьми, которые по-английски не говорили. Но тогда нужно было послужить родине. После Кореи я вернулся в шоу-бизнес, попытался найти работу. В общем, я был писателем. Я писал и писал, пока меня не впустили в этот мир в качестве автора комедии. А потом я уже создал телешоу. И мне сказали, что раз я уже создал телешоу, то могу стать продюсером. И что я сделал первым делом в качестве продюсера? Нанял себя режиссером. И это была моя первая режиссерская работа на телевидении. Я даже получил удостоверение гильдии режиссеров. В первые дни работы на телевидении мне очень повезло. Я прошел хорошую школу. Я писал для шоу Дика Ван Дайка. И одновременно для Люсиль Боу. Так что у меня была возможность одновременно учиться делать вербальные, умные комедии и пошловатый фарс сразу для двух мастеров. Дика Ван Дайка и Люсиль Боу. Дальше я уже создавал собственные шоу. О некоторых из них вы никогда не слышали, а других, возможно, знаете. Одно из них заняло 99-е место в рейтинге. Это было мое первое шоу. Эй, домовладелец! Слышите аплодисменты? Нет. Но я не останавливался. И мне повезло. Воедино сошлись. Творческий подход, удачное и светлое время, хорошее время в истории и отличные актеры. «Счастливые дни» стал моим знаковым сериалом. Сейчас я работаю над его музыкальной версией для Европы. Надеюсь, мы поставим его на Бродвее и объедем с мюзиклом «Счастливые дни всю Европу». В главной роли будет Фонзи. Так что, скорее всего, мы начнем с Италии. Еще я снимал сериал «Морг и Минди». Там играл замечательный Робин Уильямс и Лаверн и Ширли, где получила роль моя сестра Пенни. Они с Сидни Уильямс долго снимались в этом сериале. Первым сериалом, автором которого я не был, не всегда приходится делать все самому. «Иногда можно въехать в рай на чужом горбу». Так вот, это был сериал «Странная пара», который мы сделали в телеверсии вместе с Джерри Белсоном. Он шел пять лет. Это мои самые большие телехиты. С Джоанни любит Чачи ситуация странная. Как ни странно, этот сериал пользовался большой популярностью в Корее, потому что Чачи по-корейски значит «член». Ко мне прибежали быстро переделы. Это было потрясающе. Был просто феноменальный успех. Может быть, для вашего канала это несколько непристойно, но такова правда. Первый опыт режиссуры. Как часто бывает в жизни, все случилось не так, как планировалось. Я думал, что напишу хороший сценарий, кто-нибудь захочет его снять и возьмет меня режиссером. Я действительно написал хороший сценарий вместе с Лоуэлом Гансом, замечательным сценаристом, но никто к нему интереса не проявил. Но тут вдруг сказали, что есть свободная картина на ABC Films. Я неплохо поработал для канала ABC. Я им нравился. И они сказали, «Может, он и снимет кино, только дорогое ему не давайте». И мне дали малобюджетную картину «Больница, молодость и любовь». Безумную комедию, в которой была одна странность. Я имел право набирать актеров, но должен был пригласить фильм и звезд мыльных опер. Помните фильм «Мужчина и женщина»? В этой чудесной картине презентовали автомобиль, что и позволило снять фильм. В моем фильме должно было сняться 17 звезд мыльных опер, телевизионных звезд. В этом нет ничего плохого, вот только они не говорили мне, когда придут. Они все работали, так что на площадке появлялись лишь в определенный день. И мне приходилось кое-как впихивать их в сценарий. А я не смотрел эти мыльные оперы. Я не знал, кто из них какой персонаж. Я спрашивал «А вы кто?» Потому что каждому хотелось сыграть что-то похожее на то, что они делали на телевидении. И мы старались. В фильме было 17 звезд мыльных опер, множество отличных персонажей. И нам удалось раскрутить нескольких новых актеров. Эктор Элисонда, Майкл МакКин, который снимался в «Лаверн» и «Ширли» и много других. Дэми Мур тогда впервые появилась на киноэкране. У нее была одна реплика. Она была звезда мыльных опер, и мне пришлось ее взять. И она была там. И люди из Сайнфилда. Смешной парень Майкл Ричардс. Это был его первый фильм. В общем, неспокойное было время. У меня был чудесный продюсер, для которого это тоже был первый фильм. Он был совершенно зеленым продюсером, а я – совершенно зеленым режиссером. Его звали Джерри Букхаймер. После этого дела его пошли в гору. Мы были командой, и он был отличным продюсером. Я сказал ему, «Ты выбрал правильную эстезию, Джерри». Мы собирались продолжить сотрудничество, но, как часто бывает в жизни, графики у нас так и не совпали. Но я думаю, Джерри Букхаймер и актор Элизонда – это лучшее, что было в том первом фильме. Знаменитые режиссеры Голливуда. Поиск проектов. Многие фильмы попали ко мне странным образом. Лишь некоторые были запланированы. Например, «Другая сестра». Я хотел сделать этот фильм. Я знал историю этого фильма. Знал, о ком этот фильм. Но многие попадали ко мне странным образом. Из-за того, что мои фильмы были позитивными и смешными, меня часто приглашали участвовать в съемках тяжелых, грустных, депрессивных картин. Мне позвонили по поводу фильма на пляже и сказали, «Гэри, картина о двух девушках. Ужасно грустная. Одна из них умирает, другая доделывает незаконченные дела подруги». В общем, жуть. Ты взгляни, может, у тебя получится сделать персонажей посимпатичнее и повеселее. Но сохранить суть истории. Я попробовал. Хлопушка. Хлопушка. Раз, два, три, четыре. Красотку мне тоже предложила студия. Вскоре после фильма на пляже. Мне сказали, «Есть еще один тоскливый сценарий, Гэри. Может, тебе удастся сделать его как-то пободрее?» В «Красотке» был другой финал. Сценарий был о немолодой женщине-проститутке, дорабатывающей последние дни в профессии. Она влюбляется в парня, но она ему не нравится. Он отдает ей деньги. Сценарий, кстати, назывался «3 тысячи». А в конце она говорит, «Я люблю тебя». А он отвечает, «А я тебе нет. Вот твои деньги». Она швыряет ему деньги в лицо, а он отвешивает ей оплеуху и сталкивает в канаву. В довершении всего она возвращается домой, где обнаруживает, что ее подруга-соседка умерла от передозировки. Вот такой был финал. И мне сказали, «Гэри, сделай его повеселее». Сценарий был чудесный. Автором его был Джонатан Лоутон. Очень добротный сценарий. В нем был гумор, в нем было все. Только финал был грустный. И главную героиню мы сделали чуть моложе, чем у Джонатана. И пригласили на ее роль Джулию Робертс. Актеры подобрались отлично. Робертс с Гиром обеспечили кассовые сборы. Хапперс Базар написали, что фильм очень современный. В общем, когда работа над фильмом была закончена, мне сказали, «Мы не можем назвать его 3000». Мы опросили зрителей, что они думают по поводу такого названия, и все решили, что фильм о проститутке на Луне. Так что космическая эпопея. Называй как хочешь, только не 3000. И мы назвали его «Красотка». Подготовка Во время подготовки к съемкам первым делом нужно собрать команду, которая будет хорошо ладить между собой. Оператор, художник-постановщик, они вечно ссорятся, так что нужно найти таких, которые будут ссориться и тут же мириться. Есть у меня еще одна странная черта. Я очень полагаюсь на режиссера второго плана. Когда снимается большая погоня на машинах, обязательно присутствует бригада второго плана. Все это знают. Но мало кто отдает себе отчет, как важно наличие этой бригады в комедии. В комедии важна реакция. Не экшен, а именно реакция. Так что я всегда набираю вторую бригаду. В моих последних пяти картинах роль второго режиссера выполнял мой сын, Скотт Маршалл. Еще он работал с моей сестрой Пенни. У нас в семье много режиссеров. Во время подготовки к съемкам ты собираешь команду, потом ищешь место. А когда все готово к началу съемок, неважно, чем ты занимаешься, пусть даже это малобюджетная картина или студийный проект, как только у тебя все готово, тебе говорят, срезать бюджет на миллион. Как сценариста меня это не пугает. Я отлично знаю, как вытащить миллион из бюджета. Например, в фильме «На пляже» мне не позволяли снимать в Холливуд Боул, на этой гигантской арене. А мне нужно было сделать Бэт Мидлер звездой. Мне сказали, ты спятил. Это слишком дорого. Я помню, что сел, подумал и придумал. А пусть это будет репетиция. Никого нет. Холливуд Боул пусто. Только Бэт Мидлер, ее группа и двое парней с досками и молотком что-то чинят. Мне кажется, я отлично придумал. Вот и все. Знаменитые режиссеры Голливуда На съемочной площадке Я всегда стараюсь создать радостную атмосферу на площадке. Будет ли картина хитом или провалится, это еще неизвестно. Так что надо получать удовольствие от процесса. Кто-то должен сказать, да, повеселились мы на славу. Это должна была делать я. Валяй. Я стараюсь действовать уговорами, в основном с юмором. Я ору, стоп, и говорю, если так пойдет дальше, фильм выпустят только на видео. Так что давайте сразу смиримся. То есть как это? Мы переснимем. Я не считаю все это игрой. Мы не дурачимся. Съемка – это трудный процесс. Люди работают, особенно если приходится снимать после полуночи, в два часа ночи. Приходится прикладывать усилия, чтобы сохранить здоровую атмосферу на площадке. Я люблю репетиции. Я всегда устраиваю чтение. Эту привычку я приобрел еще на телевидении. Заставляю всех читать. Я выделяю на это целый день, несколько часов, чтобы все могли перезнакомиться. Между собой. Привет, как дела? Привет, я Мия. Мне эти чтения многое дают. А еще они полезны для тех, кто вкладывает в фильм деньги. Они имеют возможность посмотреть на это. Смотрите-ка, они действительно читают. Я всегда делаю один прогон по написанному. А потом говорю, попробуйте отвлечься, импровизируйте. А потом, а давайте вот так, я подскажу. И мы пробуем по-разному. Иногда из этого что-то получается. Классическая сцена в «Красотке», когда Джулия тянется за ожерельем, а он захлопывает коробку. Этого сценария не было. Мы собирались снимать, Джулия уже устала, а Ричард был чем-то занят. Я сказал, что-то дела идут кисло. Ричард, хлопни шкатулкой, сделай что-нибудь, разбуди ее, подурачься. У нас нет материала на смешные сцены под титры. Он этого не любит, но я сказал, мало материала. Ладно, хорошо. Он это сделал. Она засмеялась, получилось хорошо. Мы вставили это в титры, но все, кто это увидел, сказали, это же здорово. У нее был такой искренний смех. Это было так трогательно. И мы вставили это в фильм. Джейн Фонда настоящий профессионал. Она снимается много лет. Она знает, как нужно работать. Она знает, как помочь режиссеру. Знает, как стоять перед камерой. Если ты пойдешь туда, нужно будет сделать еще дубль. Я буду здесь. Хорошо, Джейн, давай так. И Джейн не делает смешных ошибок. А я люблю смешные дубли. Остаются ощущения праздника. Я сказал, Джейн, ты никогда не ошибаешься. У меня не остается ничего смешного. У тебя ведь есть собака? Может, мы запустим ее на площадку? Будет весело. Джейн Фонда истинный профи. Никогда не подведет. Эн Хэтту и выросла. Я видел, как она взрослела. В фильме «Как стать принцессой» она еще 19-летняя девочка, которая еще почти ничего не умеет. А во второй части фильма ей уже 22, и она точно знает, что к чему. Она сама могла бы стать режиссером. Она отличный партнер, прекрасная актриса. Она выросла в настоящую звезду. Суперзвезду. После одной картины ей хотелось отказаться от королевской тиары и двигаться дальше. Но у нас было продолжение, которое ей не очень хотелось сделать, но все же она согласилась. и вышло просто отлично. Но больше она короны не наденет. Она работает над другими фильмами. Я искренне горжусь Эн Хэтту и она молодец. Она превратилась в настоящую звезду. Голливудские откровения. Ричард Гир и Джулия Робертс отличные наездники. А я режиссер, и я не так хорошо держусь в седле. Вообще о лошадях ничего не знаю. И я чуть не сломал Джулии челюсть. У меня в голове была прекрасная сцена для сбежавшей невесты. Ричард сидит в седле, Джулия позади него, обнимает его, и они скачут. Ничего не вышло, как только лошадь тронулась, плечо Ричарда взметнулось и ударило Джулию прямо в челюсть. Но нам надо было снимать. Я сказал, а нельзя ли помедленнее? Ричард ответил, скажи, это лошади. Хочешь попробовать? Джулия согласилась. Ладно. Мол, пусть треснет меня еще пару раз. Только подушку дайте. Но сцену мы все же сняли. И сцена эта совсем короткая. Но они скачут верхом. И они скачут в красотке. Эту сцену вырезали. Но на DVD она есть. И она мне очень нравится. Джулия Эндрюс ругается лучше, чем все остальные актрисы, с которыми я работал. У нее талант жонглировать словами. Любыми словами. У нее такой прекрасный голос. Такой чудесный акцент, что даже ругательства звучат красиво. Мне жутко нравится с ней работать. Джулия Эндрюс умеет помогать другим актерам и может научить их кое-чему помимо ругательств. Она никогда не подведет. 82, поехали. Модная мамочка. Мотор. Кейт Хадсон для меня особенная актриса. Я работал с ее матерью, когда Кейт было всего 9 лет. Она сидела у меня на коленях. А я говорил, «А теперь не шуми, мама будет работать. Давай вместе крикнем «Мотор!»» И мы кричали «Мотор!» А годы спустя я ждал, когда Кейт выйдет из трейлера. Ты идешь? Мы готовы снимать. Смотрите, Сара, кто к нам пришел? Привет. Привет. Добро пожаловать. Я Кейт Хадсон. Снимать Кейт приятно. В ней много спонтанности. С ней весело работать. Она всю жизнь в шоу-бизнесе. Ей это нравится. Я снимал ее однажды в довольно серьезной картине. Ей под силу передать большой диапазон эмоций. Она молодец. Я кое-что скажу. Работать в этом фильме было самым настоящим удовольствием. Знаменитые режиссеры Голливуда. Любимые фильмы. Мой любимый фильм «Другая сестра». Потому что из всех снятых мною картин именно это получилось в точности такой, какой я ее видел. Во время съемок приходится идти на компромиссы. Особенность речь идет о студийных проектах. В основном я занимаюсь студийными проектами. Лишь иногда удается снять фильм вроде другой сестры. Когда меня оставляют в покое и можно сделать все, как вздумается. По-моему, это мой лучший фильм. Может быть, не самый успешный, но лучший. А остальные я получаю удовольствие от самого процесса съемок. Так что даже те фильмы, которые вышли не очень удачными, я вспоминаю с большой теплотой. Это так интересно. Женщинам нравится на пляже. И, честно говоря, геям тоже. Это их любимый фильм. Недавно одного моего друга в Индиане обокрали и унесли все диски, кроме одного, на пляже. Полиция тут же сказала «Грабители мужчины». Тут же. По всему миру любят красотку. Я это понимаю, когда путешествую. А еще люди знают и другой мой фильм. Он не был большим хитом, это позвучит странно, но люди часто говорят о нем со мной в туалетах. Эта картина под названием «Ничего общего». Она про отца и сына. Тысячу раз, когда я мыл руки, ко мне кто-нибудь обращался со словами. Я не разговаривал с отцом много лет, пока не посмотрел этот фильм. Спасибо, что подтолкнули меня к этому. Каждый ребенок знает фильм «Как стать принцессой». Буквально каждый. И есть еще один мой фильм, который почти и не рекламировали. Это «Райское наслаждение». Он довольно рискованный, несколько сомнительный. Мужчинам он не нравится. Но зато женщинам... Я как-то написал книгу, и на презентации мне говорили. Женщины походили и говорили, «Обожаю красотку. Обожаю на пляже». А потом шептали мне. И «Райское наслаждение» мне тоже нравится. Стыдно любить это кино. Оно слишком откровенное. Но должен сказать, «Красотку знают все». И бывает жутко приятно узнать, что зритель знает и другие твои работы. Это всегда приятно. Заключительное слово. С возрастом я стал тщательнее выбирать фильмы. И я берусь за те, которые действительно хочу снять. Это ведь не просто работа. Был такой период. Ну да, я могу сделать это, а потом еще и то. Но всегда было ощущение, что я сниму коммерческое кино. А потом мне позволят снять то, что мне по душе. Никто не хотел, чтобы я снял другую сестру. Но я сделал два хита. И мне сказали, «Делай, что хочешь». Теперь я мыслю иначе. Я думаю, «Ну что, посмотрим, смогу ли я снять эту картину». Я никогда не считаю, что очередной лентой спасу мир. Как я уже говорил, я посвятил свою жизнь тому, что заставляю людей смеяться. Я делаю мир светлее. Но юмор идет рука об руку с иронией. Можно чему-то научить людей. Я снимаю только те картины, которые действительно хочу снять. И я надеюсь, пусть это прозвучит странно, я надеюсь, что о моих фильмах говорят в вестибюлях. Хорошо, когда говорят, что фильм тебя тронул. Но мне по-настоящему приятно, когда ко мне подходят и говорят, у меня был паршивый день, я пошел в кино и от души посмеялся. Операторы Карл Левин и Джордж Папошвили. Продюсер Марк Каплан. Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал, Всемирная сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова